Сегодня в поселке Амзя проживает 5,5 тысяч жителей. Здесь есть детский сад, школа, музей со своей историей, а также мечеть и небольшая церковь. Этот населенный пункт городского округа Нефтекамск по праву можно считать самодостаточным и достойным вниманием. За 60 лет своего существования Амзя претерпела значительные изменения. Из землянок, построенных здесь в послевоенное время, на всей территории вырос большой частный сектор с благоустроенной инфраструктурой. Милый друг, не скучай, груз пойдет, и так и знай, что бы в жизни не случилось, ты Амзю не забывай. Лучше нашего села, не на реке мы знаем точно, никогда, ни днем, ни ночью ты Амзю не забывай. Этот творческий номер педагоги Амзинского детского сада подготовили к юбилею родного поселка. Детский сад Теремок – единственное дошкольное учреждение в Амзе. В следующем году детский сад будет отмечать свой 25-летний юбилей. За годы работы из стен этого дошкольного учреждения выпустилось более тысячи детей, которые успешно вступили в школьную, почти взрослую жизнь. Сейчас здесь ежедневно проводят досуг более 200 малышей. Воспитатели изо дня в день вкладывают душу в каждого из них, и дети отвечают им взаимной любовью и привязанностью. Самое главное – это любить детей. Самое главное – любить детей. Если ты любишь детей, и дети к тебе тянутся, с ними надо разговаривать как с другом. Благодаря творческому потенциалу педагогов, детский сад Теремок занимает призовые места в различных конкурсах среди дошкольных учреждений. И его по праву можно назвать достопримечательностью поселка. К юбилею родной Амзи воспитатели детского сада подготовили необычный подарок. Специально к юбилею Амзи коллектив детского сада выпустил вот такой буклет нарядный. Мы родим из детства. Здесь все-все-все о наших педагогах, о наших детях, о нашей работе. Такой богатый, хорош мы. Теремок – название сказочное. Вот и воспитатели вместе с руководителем детского сада стремятся создать собственными руками настоящее чудо. Одним из таких волшебных мест считается зимний сад. Здесь более ста видов экзотических растений, которые с любовью выращивают педагоги детского сада. Этот зеленый уголок стал не только гордостью теремка, но и основным местом проведения многих праздников. По словам заведующей, именно в зимнем саду зачастую проводятся театральные постановки сказок, что производит огромное положительное впечатление на детей. Очень долго мы готовились к юбилею села. Подошли с большими успехами, я считаю, достижениями. Есть у нас в 2011 году премия как призеров республиканского конкурса «Зеленый мир детского сада». Кроме того, в этом году мы заняли третье почетное место среди детских садов по подготовке к учебному году. Наши воспитатели, педагоги проходят аттестацию успешно. У нас уже очень много людей с первой категории. Награждаются грамотно города. Я считаю, что это очень хорошо. На этом музыкальный коллектив детской школы искусств. Учреждение существует с 1985 года. На сегодняшний день здесь обучается 180 детей в возрасте от 7 до 15 лет. ДШИ работает по двум направлениям. Это художники и музыканты. Несмотря на явные творческие способности и таланты, воспитанники этой школы крайне редко принимают участие в конкурсах. Хотя, по словам руководителей, практически каждый ребенок достоин того, чтобы о нем говорили. По мере возможностей, конечно, мы в конкурсах тоже принимаем участие. Правда, это бывает не так часто, как хотелось бы. В основном у нас принимают участие в конкурсах художники. Они и работы свои отправляют, и сами ездят. И в городе постоянно какие-то городские конкурсы проходят на базе музея городского. То есть они тоже стараются. Соседом детской школы искусств в поселке является музей. Здесь хранится вся информация о том, когда появилось первое упоминание об Амзе, и кого по праву можно назвать ее основателем. Большой вклад в развитие этого населенного пункта внес Леонид Кудрявцев. С именем Леонида Леонидовича Кудрявца связана жизнь поселка Амзя в 70-е и 90-е годы. Будучи директором головного предприятия, он делал все возможное и невозможное, чтобы жизнь односельчан стала счастливее. И по праву одна из улиц центральных поселка носит его имя. Стадион и музей тоже носят его имя. Здесь же в музее имени Леонида Кудрявцева можно подробнее узнать об одном из градообразующих предприятий – лесокомбинате. Его открытие можно смело считать одним из значимых событий, потому как именно благодаря строительству этого производства началось строительство будущего населенного пункта под названием Амзя. Это макет землянки. Именно в таких постройках жили первостроители лесохимического завода в 1946 году. Сразу после войны здесь началось строительство поселка. Тогда на территории будущего поселка находилось всего 100 землянок. Но уже через 6 лет, в 1952 году, Амзен был присвоен статус поселка. И сейчас здесь проживает более 5000 человек. Амзенский лесокомбинат является одним из уникальных предприятий не только в Башкирии, но и в России. Он занимает достойное место среди товаропроизводителей и является экспортером своей продукции. Лесокомбинат активно участвует в различных выставках, а также является лауреатом и дипломантом конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Башкортостана». Амзенский лесокомбинат – это предприятие с полным производственным циклом. Лесозаготовка, вывоз, разделка, механическая и лесохимическая обработка древесины. На сегодняшний день на предприятии работает около 700 человек, благодаря которым завод производит значительный объем продукции. За год здесь выпускается более 150 тысяч кубов леса на сумму почти в полмиллиарда рублей. Амзенский лесокомбинат по праву занимает достойное место в списке достопримечательностей поселка и наравне с жителями 21 декабря будет отмечать юбилейную дату. Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».